Это новости нашего города в студии Кирилл Мигель. Здравствуйте и в начале выпуска коротко о главных темах. Непростая схема, но в законопопрощенном порядке получения гражданства на местах работает не в полной мере. Первая лагерная смена в Болгарии завершилась. Дети благополучно вернулись в Муравленко. И все на пляж. В Муравленко стартует купальный сезон. Но начну с трагических событий. Накануне съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел под Луганском. В результате погибли журналист Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин. Игорь Корнелюк начинал карьеру журналистов в Муравленко в информационном телевизионном агентстве «Аспект». Затем трудился в УГТРК «Ямал-регион» и УГТРК «Ямал». В командировку в Луганск Игорь поехал, будучи руководителем Мурманского бюро ВГТРК. В Салехарде у Игоря Корнелюка остались жена и семилетняя дочь. Игоря Корнелюка и сегодня помнят в Муравленко. Своими воспоминаниями поделились коллеги погибшего журналиста. Те, кто начинал свою профессиональную деятельность в 90-х годах в телеагентстве «Аспект». Не забыли Игоря и телезрители. Татьяна Сорокина продолжит тему. Вы смотрите информационную программу городского телевидения. В студии Игорь Корнелюк. Добрый вечер. Еще одна страшная весть прилетела с Украины. И для многих людей в нашем городе она стала не просто новостью из сводки. Игорь Корнелюк – наш земляк. Можно рассказать, в какой школе он учился и какова была его профессиональная траектория. Можно найти какие-то документы, свидетельствующие о чем-то. Но это будет неважно. В такие моменты детали стираются и перестают иметь значение. А мы только вчера смотрели его сюжет. И не так давно, кажется, он приезжал в гости к своим друзьям и что-то еще. Теперь его нет. «Жаль, что для того, чтобы мы заговорили о человеке, нужно, чтобы случилось что-то страшное», сказал мой коллега, который Игорь Корнелюка знал лично. Один из первых журналистов-телевизионщиков нашего города. Для таких людей не существует проблем. Есть только решение. Никогда бы не сделал больно или плохо своему другу. Если что у тебя случилось, безотказно, ты обязательно к нему обращаешься. Любой выход из любой ситуации возможно найти, поддержит в любой момент. Жизнерадостный, что еще можно сказать, легкий, светлый. Это было время, когда в нашем городе телевидение только зарождалось. Первая студия располагалась в двухкомнатной квартире. Новости писали, что называется, от руки. И вообще не было никакого особого оборудования. Не то, что уж технологий, которыми буквально напичканы сейчас все современные СМИ. Но именно те передачи местного ТВ вспоминают старожилы нашего города. В каждом кадре и в каждом слове была жизнь. Настоящая жизнь, а не просто присутствие журналиста. Потому что телевизионщики тех лет жили своей профессией. Очень многому его можно было научиться. По большому счету заводил на работе. Постоянно в поисках. Ему всегда нравилась своя работа. Очень любил вот именно свою работу и своими сюжетами. Помогать людям. Очень этому радовался, когда мог оказать вот именно какое-то содействие людям. Чтобы его сюжеты приносили пользу. Сегодня можно много спорить о том, нужно ли наше присутствие в другой стране. Говорить, что журналисты сами подвергают себя опасности уже одним фактом пребывания на конфликтной территории. Но если бы не журналисты, настоящие, честные журналисты, мир никогда бы не узнал правду о том, что происходит на Украине. Татьяна Сорокина, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Ямальцы потрясены гибелью журналистов на Украине. Губернатор Дмитрий Кобылкин сегодня выразил соболезнования родным и коллегам Игоря Харнюлюка. Вот что в частности говорится в телеграмме главы региона. Весть о трагической гибели талантливого журналиста Игоря Харнюлюка потрясла жителей Ямала. Здесь, на арктической земле, его знали, уважали и любили. И до сих пор не хотят верить случившемуся. То, что происходит на Украине, болью отзывается в сердцах многонационального Ямала. Мы будем хранить светлую память о нашем Игоре. От имени правительства Ямал-Ненецкого автономного округа, от имени всех своих земляков приношу самые искренние соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам Игоря Харнюлюка. Ямал скорбит вместе с вами. Говорится в телеграмме. 20 апреля этого года вступил в силу указ президента о получении гражданства по упрощенной форме. Прошло два месяца, а механизм его реализации на местах до сих пор непонятен. Почему наши соотечественники не могут воспользоваться упрощенной формой принятия гражданства России, узнавал Эрнест Бавшин. Одно из условий принятия российского гражданства по ускоренной форме является знание русского языка, хотя бы на бытовом уровне. Вот это и тормозит реализацию указа президента. До сих пор нет четкого понятия, кто будет принимать экзамен по русскому. То ли это будут делать муниципалитеты или специальная учебная комиссия, или это будет прерогатива миграционной службы. Так как это вопросы связаны с коррупционной составляющей, то есть определить инстанцию, которая будет это осуществлять. Поэтому вот по состоянию на сегодняшний день еще этот механизм не отрегулирован. Вот он должен пройти, конечно же, законодательное закрепление, только потом этот закон будет применим к нам. Между тем, ситуация на Украине вплотную коснулась и Муравленко. В Муравленковской миграционной службе отмечают, что сегодня основные обращения о получении гражданства звучат от выходцев из Донецкой и Днепропетровской областей. По состоянию на сегодняшний день мы имеем минимум, как бы сказать, перспективу работы с четырьмя семьями, которые в полном составе прибыли сюда буквально только с документами и с той одеждой, которая была на них. Но следует оговориться, что эти люди прибыли сюда по миграционной карте с частной целью, с указанием, что они прибывают с частной целью. То есть они прибыли сюда как просто родственники тех лиц, которые граждане Российской Федерации, которые проживают у нас в городе. В этом случае о том, что украинские граждане смогут принять российское гражданство по упрощенной схеме, говорить не приходится. Упрощенка может быть применена к лицам, имеющим статус беженцев. А это те люди, кто сейчас пересекают границу России через блокпосты в Белгородской, Ростовской областях и Краснодарского края. То есть где организованы под эгидой МЧС палаточные города. То есть вот пока люди там проживают, у них есть, так сказать, определенный карантинный момент. В этот период их всех, так сказать, устанавливают личности. И вот эти граждане, которые оказались вот в такой ситуации, им некуда идти, негде спать, никто им на территории этих городов оказать помощи, я имею в виду из родственников, не может. Вот эта категория будет приравнена к статусу вынужденных переселенцев и беженцев. Те граждане, которые прибывают по состоянию на сегодняшний день в город Муравленко, они для нас считаются частными мигрантами. Единственное, что могут сделать сегодня сотрудники миграционной службы для таких людей, это увеличить законный срок их пребывания на территории России. Сейчас такой порог составляет 90 суток. Получив статус разрешения на временное проживание, эти граждане имеют самое главное право, да, когда мы себя чувствуем достойными гражданами, когда мы можем прокормить себя и членов своей семьи, да. Получив статус разрешения на временное проживание, эти мигранты имеют право без всяких разрешений на работу осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. То есть, конечно, бытовые условия придется решать им как-то самостоятельно с помощью родственников, кто примет у себя, кто как-то будет помогать им в поисках снимаемого жилого помещения. Но я считаю, что самый главный вопрос – это дать людям работу. Что же касается россиян, которые хотят посетить Украину, то в миграционной службе говорят, что пересечь границу можно только при наличии загранпаспорта, а мужчинам советуют вовсе воздержаться от поездок. Кроме этого, украинские пограничники проверяют и наличие денежных средств. При себе необходимо иметь как минимум 100 евро на каждый день проживания на одного человека. Эрнст Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города.